Приветствую! Принудительная мобилизация в Украине. Она существует? Это законно? И что делать, если оказался в такой ситуации? Вы знаете, недавно столкнулся с несколькими людьми, которые были уверены, что в Украине существует принудительная мобилизация. И это законно. И вот именно общение с этими людьми дало мне вот толчок и мысль сделать это видео. Итак, давайте разбираться по порядку. Что мы имеем в виду под принудительной мобилизацией? В узком смысле мы можем говорить, что принуждение это любая форма, когда мы действуем против воли человека и некое заставляем действовать его под угрозой наказания. Такая форма действительно существует. Мы знаем, что в Украине есть обязанность граждан проходить воинскую службу. Если ты отказываешься от этого, отказываешься от призыва во время мобилизации, то ты понесешь уголовную ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Уклонение от мобилизации. Это всем хорошо известно, поэтому мы будем говорить не о этой части. Мы будем говорить о широком толковании вот этого термина принудительная мобилизация. Потому что у нас есть случаи, и мы знаем, мы можем почитать сайт ДБР и найдем подтверждение тому, когда представители ТЦК, ограничивая свободу человека, доставляли его в ТЦК, воздействовали на него психологически и физически, чтобы человек прошел ВЛК и после этого отправляли в учебную часть, либо в воинскую часть, в учебный центр, либо в воинскую часть. И вот об этом мы поговорим. И что самое ужасное, действительно, вот люди, знаете, это вопрос, вот как работает психология человека. Люди посмотрели, что в сети много таких роликов, да, когда некоторые представители ТЦК и ИСП увозят людей в бусиках, да, и потом эти люди оказываются в воинской части. Вот люди приходят к мысли, что раз такое происходит, это законно, это вроде как нормально уже, да. Но с юридической точки зрения, с точки зрения закона, это незаконно. Закон у нас не предполагает принудительной мобилизации в том смысле, что нет нормы, которая бы говорила, что если человек не хочет служить, то его можно там за руки, за ноги заставить пройти ВЛК и отправить на службу. Нет, вот такой силового метода такого законом не предусмотрено. Закон фактически дает человеку право выбора. Ты либо выполняешь свою обязанность, которая предусмотрена Конституцией, либо мы тебя привлекаем к уголовной ответственности по статье 336. То есть, как бы это смешно, либо грустно сейчас не звучало, но в каком-то смысле человеку дается право выбора, да. То есть, ты либо на войну, либо в тюрьму идешь. Вот твой выбор. Он не самый лучший, мягко говоря, да, но вот он такой есть. Но этот выбор есть. У человека есть право выбора этого. А вот принудительной мобилизацией в том плане, что физически упаковали, увезли и ты уже воюешь, это законом не предусмотрено. Что делать в этой ситуации? Что делать, если вы в жизни так вам не повезло? Вы столкнулись с вот этими редкими представителями ТЦК и ЭСП, которые вот так склонны нарушать закон? То что вам делать? Здесь есть, наверное, одно правило, которое нужно запомнить, да. Правило звучит просто. Сделай как можно больше шума. И я имею в виду не шума такого физического, да, а юридического. Вы должны привлечь к своей ситуации, если вы в ней оказались, максимальное количество людей. А как вы это можете сделать? Через жалобы. Да, я прекрасно понимаю, что сейчас мне кто-то пишет, что эти жалобы не работают, полиция не реагирует и т.д. и т.п. Но я говорю следующее. Если вы это скажете и после этого не будете ничего делать, то вы должны понимать, у вас нет никаких шансов. Вот просто их нет. Потому что все, вы уже там. Но если вы считаете, что у вас есть шанс, у вас есть вера в то, что хотя бы одна жалоба где-то как-то может сработать, то вы должны действовать. И именно это может спасти вашу ситуацию. И именно это дает вам шанс выбраться оттуда. Куда и какие жалобы нужно подавать? Первое. Конечно же, это полиция. Первое, что нужно сделать, это в полицию сообщить, можно позвонить. Второе. Это суд. Если вас удерживают незаконно, то нужно подавать жалобу в порядке 206 статьи Уголовного процессуального кодекса. Да, я прекрасно знаю практику. Прекрасно знаю, что во многих случаях это тоже не срабатывает. Но тем не менее, что вы скажете тем людям, которые подали эту жалобу и у них сработало? Вам бы хотелось оказаться среди этих людей? Думаю, да. Поэтому подавайте такую жалобу. Дальше. ВСП. Цивисткова служба правопорядку. ДБР. Да, нужно задействовать все. Минобороны. Есть горячая линия Минобороны. Подайте на горячую линию. Пусть родственники подадут жалобу. Пусть родственники напишут жалобу. То есть здесь смысл в том, что нужно создать максимальное количество шума. Подать во все органы, которые только возможно. Полиция. ДБР. ВСП. Прокуратура. Министерство обороны. Суд. Смотрите. Вот есть уже у нас 6 органов, в которые мы можем обратиться с жалобой. И таким образом, чем больше мы жалоб подаем, тем больше шума вокруг своей персоны мы создаем. И соответственно повышаем шансы на то, что какая-то из этих жалоб сработает. При этом, да ни один вам адвокат, никто не даст гарантии, что вы действительно получите результат. Я прекрасно это осознаю. Но вы должны понимать, если вы не пробуете получить этот результат, вы его точно никогда не получите. И знаете, в том числе я к этому видео и к этим словам я пришел через ситуацию, которая у меня была, которую я выкладывал в своем канале, где человек, которого задержали, для которого, по его словам, уже провели ВЛК и чисто формальную и собирались вести в учебку, опять же, не утверждаю, что это все действительно было, но с его слов. Хотя я даже человека не знаю, да, мы там впервые с ним общались, потому что он по чьей-то рекомендации ко мне обратился. И когда я ему говорил, что давай начинаем, давай я сейчас начинаю работать, я буду поднимать шум, и мы тебя постараемся вытащить. Человек боялся вызвать полицию. Он говорит, не надо вызывать полицию, потому что будет еще хуже. Ну вот вопрос, а куда еще хуже возникает, да? И в то же время есть люди, которые мне звонили и говорили, да, давай, делай. Эти люди сейчас дома. Эти люди сейчас дома. А просто почему? Да потому что они верили в то, что вот какой-то шанс есть на то, чтобы выскочить из вот этих противозаконных действий, из противозаконных таких объятий. Подводя итог, принудительная мобилизация в Украине незаконна. И если вы оказались в такой ситуации, вы должны либо лично, либо через ваших родственников подать максимальное количество жалоб в максимальное количество органов. И как минимум то, что я сказал. Жалобы должны быть в полицию, ДБР, ВСП, прокуратура, суд и Министерство обороны. А, кстати, я забыл еще полномоченного по правам человека. То есть ваша задача наделать как можно больше шума, привлечь как можно больше внимания к вашей персоне. Именно это позволяет людям оказаться достаточно быстро дома. Но, знаете что? Но я вам пожелаю другого. Я пожелаю вам следующего, чтобы то, что вы услышали сейчас, никогда не пригодилось вам в жизни. И никогда вам не пришлось использовать эти знания в отношении себя, ваших родственников, друзей, близких, знакомых. Ну а также традиционно я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.